Крепительные крышки. И проверить сползание. Там пальчиком залезет. Снимает крышку. Сразу же убирает. Проверяет прокладку. Потертости и так далее. Убирает. Обстукиванием пробивает крепление. Загнули стопорную руку. Видишь, как обстукивает пальчиком? Держит палец. Когда очень четко видно, что он делает. Если немножко ослаб, это сразу же будет заметно. Проверяет смазку. Угу. Выгребать не будешь? Угу. Значит, в полевых условиях Крышку лучше всего. У него, то видишь, это ящик. А в полевых условиях крышку лучше ставить на раму. На раму, да? Но закрывать все равно. Угу. Чтобы не упал ничего. Да. Под вагоном все равно воды не будет. От земли повыше. То есть меньше этих сумок. Вот. И смотрит и ощупывает состояние переднего подшипника и сепаратора. Целостность перемечет. Отсутствие трещинок. Отсутствие трещинок. Пальцем чувствуется. Ну, это сейчас руку, да? На раму упал. Все, протеряете? Сейчас и будете задевать смазку снова, да? Да. Ну все, 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 ты делай, как делаешь. А какой смазком он будет заливать? Зачем? Вот у него есть шприц. 200 грамм. В третью часть бухты закладывается 200 грамм смазки. У него есть специальная емкость. Ну, в принципе, по-русски выражается граненый стакан, по-моему. Если вот по внешнему виду. Он закладывает свежую смазку. И у тебя тоже есть свежая смазка в трех аптечеках. Получается где-то 200 грамм ее. Вот он ее выдавил на руку. Разворачиваем колбаску. Заложаем. И сдавливаем. Раскатываем по всему кругу. И пальцами тебя сдавливаем. Угу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 из полоски букса на диск колеса, то есть и попадание посторонних, так сказать, предметов, пыли, влаги и так далее. На шейку напрессованы два внутренних колеса подшипника. Различают два типа крепления подшипников. В данном случае это торцевая шайба, которая ставится сюда, прижимает кольца и крепится, вот как мы там видели, четырьмя болтами со стопорными планками. Второе крепление. Здесь внутренние кольца крепятся с помощью резьбы гайкой М110. Здесь еще ставится упорное кольцо. И гайка М110 стопорится с стопорной планкой, которая крепится двумя болтами М12. Голодки болтов подкладываются в шайбы гравера и сами головки конкруются проволоком. Вот два разных крепления, там и там. Педметное крепление, полудемонтированное крепление шкива для редукторов ТРКП и привода ТК-2. Вместо простой гайки М110 накручивается специальная гайка, у которой имеются вот эти вот вырезы. Зубья. Вот паз стопорной планки, вот там гайка уже поставлена. Вставляются два крина в сам паз. Вставляется крестовина. У нее есть скос, у клинев тоже есть скос. Вот это весь в блоке вставляется туда, в паз стопорной планки. Здесь тоже есть скосы. Эти сектора, три сегменты, ставятся снаружи. Все это. Крепится двумя болтами. М12 на 75. Болты специальные. Разрешен постановка болтов только производства Тверского завода. Аж ставятся болты. Ставятся пружинные шайбы. И все это закручивается. Эта стопорная планка загибается на грань. Все собрано. И на спецгайку надевается сам шкиф. Вон там паз для шпонки. Вот сама шпонка. Она надевается. Потом берется... Болтами крепится вон туда. Монтаж ведущего шкила окончен. Самое слабое место этого сегментного крепления вот этой болты. При несоблюдении каких-либо условий они вот или здесь, или здесь ломаются. Как только они ломаются, происходит смещение спецгайки и происходит откручивание гайки в результате нагрева в боксе ну и в результате смены колеса. Оси с обоих сторон на торцах тоже нанесены знаки и надписи. Значит, вот эта сторона оси является правой опять-таки по той простой причине, что здесь... Нет, подожди-ка. Нет, здесь не правая. Здесь левая сторона. На левой стороне на левой стороне наносятся знаки клейма полного освидетельствия. То, что на бирке нанесено, дата и клеймо, тоже наносится и на левую сторону. Вот здесь важно найти последнюю дату. Обычно ищут по году постройки. 0,5, вернее, по году проверки. Вот два ноля стоит, вот 90 стоит. Так. Здесь. Так, здесь. Вот здесь вот стоит 8-го, 0,5-го. Вот здесь стоит 0,3-го. Вот здесь стоит 8-го, 0,5-го. Вернее, 7-го. 1, 2, 7, 0,5. Значит, вот это вот последний раз оно проходило освидетельствование в августе 2005-го года и клеймо 372. Ясно. Полный. На правой стороне, там, где ставится бирка, на правой стороне выбит номер колесной пары. Вот он, 0,29-93-73-221. Завод 27-й. Ось изготовлена в 88-м году. Кроме номера, правую сторону можно отличить по клейму приемщиков, вот клеймо приемщика серфа и молот, и по букве F. Вот буква F стоит. F, это означает, что колесная пара проходила формирование. Формирование это напрессовка дисков колес на ось колеса. Могут быть несколько букв F. Вот ее запрессовали первый раз, вот запрессовали его второй раз, вот запрессовали его третий раз. И, как всегда, обязательно стоит дата, когда и кто запрессовали. То есть, по этой версии мы можем определить историю колесной пары. Самое элементарное, как расцепить вагоны начальника поездов этого бизнеса. Поднимаем фиксатор, поднимаем рычаг. Они обычно вот так вот пытаются расцепить, а так ничего не получают. поднимаем рычаг и расцепляем вагоны. Рычаг отпускаем, потому что замок у нас обратно не уйдет, если вагоны сцепили. Второе, как правильно определить длину вот этой цепочки расцепного рычага. Значит, делаем то же самое. Поднимаем рычаг, заваливаем замок и сдвигаем рычаг на пол. На пол. потом идем к автосцепке и смотрим положение замка. Замок не должен выступать за ударную поверхность. Вот он не выступает. В данном случае цепочка нормальной длины. Если бы замок выступал за порцевую поверхность, то значит цепочка длинная. Там есть гайки, ее нужно туда утянуть. А вот если бы я не смог положить рычаг на полку, то есть мне не хватало бы вот этого, чтобы его туда задвинуть, значит цепочка короткая. Никакой длины здесь ничего нет. Вот просто положил на полочку и сразу смотрит положение замка. А если не удается положить на полочку, значит цепочку уже торопит. 870-летний шаблон. Прежде всего проверяем дату последней поверки. Январь 2006 года он уже просрочен, товарищи. производим измерения следующим порядком. Наиболее удобно, быстро берем шаблон толстой вот этой широкой полосой к себе угольником наверх. Измерение производим здесь так называемый литьевой шов. Когда автосветку в земляной форме выливают, вот этот шов остается. Его продляем сюда и меряются все измерения проводятся в зоне 80 миллиметров от этого шва. Вверх и вниз. То есть итого 160 миллиметров. Первое измерение раз непроходное. не должен проходить. Не меняя положение шаблона второе измерение ударной визы. Здесь тонкость заключается в том, что вот эта вот часть прямая вот этого шаблона должна плотно прибегать к ударной поверхности. Не так, не так, а вот именно плотно. И вот в таком положении проверяем. Не проходной. Значит исправлен. Проверяем толщину замка. сразу же. То есть раз, два, три толщину замка проверили. Не должен доходить до края замка. Если дошел до края замка, значит замок тонкий. Четвертое. Переворачиваем шаблон вот так. Заваливаем замок. вырезом вот этим вырезом, который с дырочкой ставим на этот угол и то же самое в нескольких положениях не проходит. Значит нормально. Следующее измерение пятое. Угольник мы измеряли вот так. теперь обратно на себя поворачиваем. Упираем в замкодержатель. Нажимаем до тех пор пока угольник не зайдет на этот угол. И в этом положении пытаемся завалить замок. У нас во-первых слышен металлический стук. Это предохранитель падает. Значит предохранитель исправен. Замок не должен уходить более двадцати менее семи миллиметров. То в данном случае соблюдается. Не меняя положение шаблона. Шаблон остается в таком же положении. Мы заваливаем замок автосцепки. Заваливать нужно рычагом расцепного топлива. Я так завалю. На конце подержи-ка. 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 В этом положении замок удерживается не выпадает обратно. Значит на удержание автосцепка исправна. Когда убираем шаблон замок должен обратно вернуться на место. И седьмое измерение это шаблон старый. На новых шаблонах есть риски 50, 70, 100 миллиметров. Когда автосцепки сцеплены у нас один замок находится здесь другой здесь. Когда возникает подозрение в том что высота превышает допустимое мы снизу заводим вот этим концом упираем в высокий замок который высокий и по той линейке по углам определяем положение второго замка то есть расстояние между этими двумя замками для скоростных